всем привет с вами хай-тек томас и это обзор долгожданного mi band 4 от сяоми наконец-то он до меня доехал я спешу с вами поделиться этим но перед началом видео хотел бы обратиться к тебе тому кто меня смотрит недавно посмотрел статистику по каналу и ужаснулся более чем 90 процентов те кто меня смотрит не подписаны на канал ребята это не порядок так что давайте бежим подписываемся на канал нажимаем там колокольчик потом возвращаемся и досматриваем видео я подожду точно подписался ну тогда я продолжаю mi band 4 но давайте начать по чесноку это бомбический браслет и он вновь доказал то что он самый лучший самый классный самый слов не нахожу просто как и уже его описать что он получаем mi band 4 mi band 4 мы получаем amoled цветной amoled дисплей диагональю аж 0,95 соток против 0,78 соток предыдущей версии разрешение у нас также из-за этого подросло 120 на 240 точек и это блин офигенно он полностью сенсорный здесь мы с вами видим практически плоский экран здесь у нас уже стекло стекло два с половиной д она прочная но с защитой так что клеить сюда ничего не надо сенсор очень отзывчивый вот просто вот по меню вот просто вот работа с ним одно удовольствие что нам дал увеличенный дисплей но во первых информация здесь отображается больше те же самые уведомления с мессенджеров приходят и они умещаются здесь конечно же больше максимума разочек вам надо будет провернуть чтобы прочитать его до конца давайте быстренько пробежимся по меню и посмотрим что здесь добавилось а что здесь изменилось во первых у нас меню имеет карусельный тип то есть мы можем и вниз его листать и наверх его листать давайте сразу пробежимся по меню и посмотрим дополнительно не беспокоить будильник будильник также нужно настраивать на приложение me fit а здесь мы просто будем включать его или выключать дальше музыка да здесь появилось управление музыкой это реально многие ждали многие хотели еще мне band 3 этого не было и здесь это есть мы можем листать треки а также увеличивать или уменьшать громкость кнопки конечно не очень будут большие но в принципе я думаю разберетесь секундомер таймер найти устройство alipay нам он не интересен потому что у нас это ничего не работает дисплей здесь мы можем выбрать один из трех предустановленных дисплеев также с приложением и fit мы можем выбрать из 46 циферблатов можем перезагрузить наш браслет можно сбросить настройки регулирование чего тут регулирование непонятно и сведения версия по адрес bluetooth bluetooth кстати у нас 5 версии не это здорово да он больше живет батарею но зато он гораздо стабильнее давайте пойдем дальше уведомление это вот как раз таки наш центр уведомления здесь собираются все давление с нас с наших мессенджеров которые мы выберем настройки me fit погода погода стала более удобной то есть мы видим погоду на сегодня также можем посмотреть на несколько дней вперед и это очень здорово тренировка бег на улице беговая дорожка на велосипеде ходьба упражнения силовые и плавание дальше пульс ну конечно же датчик измерения пульса у нас изменился здесь более точным стал ну и статус статус это сколько мы прошли шагов какое расстояние и сколько сожгли калорий до сегодня я немножко походила время тоже у google ну да вот ну да бог с ним слева мы если смахнем мы получим доступ к управлению музыки справа это alipay как я уже сказал он нам нафиг не нужен это нам не интересно на алиэкспресс представлен несколько версий данного браслета и как правило то есть международная версия и китайская версия международная версия как правило немножко стоит дороже мы ее не покупаем покупаем китайскую мы просто подключаем к нашему мефир где выставлено регион россии и все все приходит сюда приходит обновление с русским языком русские шрифты все нормально все читаем а ничего то есть он реально ничем не отличается от международной версии но почему-то стоит дешевле в общем ребят берите китайскую версию также есть версия с nfc и и брать не стоит она будет также дороже здесь мы не сможем пользоваться с помощью него бесконтактными платежами поэтому абсолютно это нам будет не нужно в общем что хочу сказать вот у меня есть амазфит бип я их достаточно ношу давно и они стоят четыре с половиной там тысячи рублей вот это стоит 2000 рублей что я вам скажу я вот так сейчас вот беру так вот и нафиг короче все не нужны они мне буду я носить в общем mi band 4 потому что я не понимаю зачем я должен платить блин четыре с половиной тысячи рублей за то что есть у меня здесь здесь дисплей блин а маледовский он гораздо круче выглядит и его блин короче ребят рекомендую всем к покупке mi band 4 ссылочка на продавца будет в описании под этим видео и напоминаю берем китайскую версию и подписываемся на канал подписываемся я сказал давайте давайте вперед все всем пока давайте с вами был я хай так томас лайки лайки кстати ставим лайки